наконец-таки мы сюда доехали вот мы на набережной там они сейчас конец мая да какой конец мая никакой число у нас 16 мая 16 мая друзья уже мы приехали вот на находимся вот видите дочь моя тут уже зажигает шортах вполне тепло море правда в барашках потому что очень сильный очень сильный ветер казачий музей домой слушай интересно что за флаги то такие вот это россия это наверно города флаги интересные а после какая лавочка с рыбкой но это красивенько это камень как будто что написано вокруг него пошло это просто камень посмотрим какой пляж песок песок камень что там галька галька галечный пляж ну как колодов это опа 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 опаньки ну как если вы с пляжа подниметесь по белой лестнице памятнику к вот этому вот то окажетесь на такой смотровой площадочке и здесь есть давайте пройдем посмотрим что это так это что-то это какой-то типа музей наверно что-то таманье так что это здесь дом музей память до пребывание великого русского поэта лермонтова на тома не все-таки это вот до выходной день понедельник касса на 16 30 точно слушаем дошка как интересно здесь да спасибо да да 160 можно будет туда прыгать погуляемся потом туда назад да да мне кажется стоит вот я вот про вот это дерево говорила интересно видишь такие вот торчат оно такое красиво так смотрится да наверх такие как эти я сначала еще шишечки такие как это шишки очень красиво смотрится да в Одессе тут можно погулять так хорошо хорошо слушай Даша тут покататься можно можно будет после того как побываем в музее покататься да как ты думаешь да здесь по идее наверное должен был быть фонтан мне так кажется вот тут наверное вот что-то с него течь должно было да с этих кувшинов я так полагаю ну тут вот наверно тоже что-то такое а может где-то просто античные какие-то разобранные а может это вот ранчика ну вот видишь они закопанные какие ну да вот видишь как фундант может быть то что 1850 ух ты смотри Дашка ресторан смотри ка кис-кис оооо смотри какие сутри какие бочки-бочки смотри какой этот бочки-бочки Дашка можно здесь и патенцировать мы входим в музей ооо здравствуйте ооо вам да давай Дашка смотри какая хаточка нам чем-то смахивает смотри осматриваете на подворье две хаточки и потом пойдем дальше а да то есть еще дальше там есть целое здание ух ты интересно хорошо повесь домой все давай заходи крыша с камышом ух ты как тут все сено пахнет сеном Николай Ильич Бурковский жирописец из Петербурга его работа выполнена вашей любовью связана с именами великих русских поэтов Пушкиным и Лермотом ух ты да смотри вот это здесь вот в углу стояла видишь вот такая вот вот такие вот половики Даш они были раньше всегда вот у бабушки моей тоже были такие вот тканые а так вот видишь в таких вот рубашках ходили раньше видишь хатка маленькая да здесь в сторону ага уже интересно очень стульчик такой да а полы видишь глиняные видишь полы глины замазаны глиняные полы видишь так пройдем сюда вот печечка вот она печка видишь вот заслонка даже в печке ага как я не видела но стоящая печка стоящая да это настоящая печка я я вошел в хату две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель на стене ни одного образа дурной знак в разбитое стекло вырвался морской ветер я вытащила с чемодана восковый огарок и засветив его стал раскладывать вещи вермонтов повесть тамаль видишь какие окошечки мазанные такие видишь угу смотри такое перо засадки вот что-то писать да чернила да это вот видишь это вот его почерк Лермонтова это вот он так писал видишь документ его вот его да это чернильница видишь такая а здесь вот он наверное спал тоже такие коротенькие которые были мне кажется что какая то она такая узенькая вот это вот бурка знаешь вот ее одевают на плечи вот видишь вот слушай сундуки какие знатные аааа вообще я подумала что это стол вот видишь не наступает вот Даша а здесь вот да вот на печи спали да вот здесь вот вот здесь вот печка нагревалась она была очень теплая давала большое тепло и здесь спали помнишь что ты говорила что в Беларуси вот дедушка у тебя белорусский партизан помнишь вот у нас вот тоже была такая печка русская только она была еще больше еще ширше так ну еще пойдем в другую хатку впечатляет так литературный экспозит литературный экспозит литературный экспозит даша это прямо как у нас на балконе это лопаточки вот это вот это из кожи сделано такая вот ну она уже задубившая такая кожа а это сеть рыбацкая вот это вот рыбацкая сеть багор потом вот это вот ну это я так полагаю что вот это вот ну как как вилы вот вот это вот как вилы я взошел в лачушку слышишь вот смотри тоже из поясни тамань я взошел в лачушку печь была жарко натоплена и в ней варился обед довольно роскошный для бедняков старуха на все мои вопросы отвечала что наглуха и не слышит ты какая маленькая дашь ну что дашь что-нибудь ставить чтобы теплое было как бы подогревать смотри какую маленькость окошечко дашь видишь совсем прямо малюсенько окошечко а вот это знаешь да что такое вот это это утюг не успел вот это самовар видишь а это утюг серьезно вот так вот вот сюда наматывалась ткань вот на эту штуку и вот это вот так просто жих жих вот так вот проходилось за ткань и она вот таким образом разглаживалась то есть вот этот вот утюг нашим предкам и тоже видишь вот такая вот лачушечка скамеечка да да и тоже такая печечка слушай оно кайфово вон типа таза видишь вот такое вот корыто корыто. Смотри, это этот ковер. Да, это подсолнух. Слушай, у нас сундуки знатные. Просто вообще обалденные сундуки. Так, вот этого домика, вот здесь вот телега, Даша. Видишь, смотри. Кукуруза, видишь, початки. А это вот на улице, видать, они еду готовили. Ты вот сейчас знаешь. Вот здесь, смотри, Даша, вот видишь, вот это вот конфорки такие были. Одна, видишь, конфорочка маленькая, потом побольше конфорка и еще большая. Вот туда вот дрова, печка топилась. Сюда вот, видишь, если убирали, сюда ставил чугунок. Вот на вот эту вот пустую туда ставилась чугунок, чтобы огонь был сильный. А если не нужно было сильный огонь, маленькие чугуночки, вот под эту, под эту, вот под эту. Видишь, разные конфорки, разной чугуночки вот видишь она в дырке стоит чугунок вот полейница дров рядом лежит а это вот и шуль вот это вот да вот тоже пишет эти вот видишь вот это вот слабо вот эти когда они бились с зерном стоп был со зерном да его вот об это вот били вот так вот как бы как редили и зерно сыпалась и оставалось только вот такая в джухлая трава а зерну все туда степость сильнее на сюда такую вот но ткань какую-нибудь мешок это вот бух-бух гелебнию и травка зерно падала а это оставалось давай вот тут вот тут вот на фоне на этом чугунок вот так вот возьми как будто вы чугунок берешь наш вот мы продолжаем наше путешествие сейчас по дорожечке мы идем еще в другой дом уж не знаем что там будет такое но нам сказали пройдите еще в другой дом очень трудно конечно представить да что вот эти вот вековые деревья да вот изгородь дома что они столько прожили столько увидели всего это сад видимо старый тоже вот видно что старый сад и вот здесь вот наш великий русский поэт михаил лермонтов писал повесть о мань отрывочки из которых мы с вами читали на них принципе везде есть его тут в том числе вот тоже что мы сейчас зайдем да а ну-ка даже читай он был рожден для счастья для надежд и вдохновений мирных но безумные и здесь из детских рано вырвался одежд и сердце бросил в море жизни шумной и мир не пощадил и бог не спас бог не спас гляжу на будущее с боязнью гляжу на прошлое с тоской и как преступник перед казнью еще кругом души родной ну что михаил юрьевич доходим мы к тебе посмотрим что тут это столб такими это столбы такими столбами приграничные полосы раньше оформлялись интересно это вот когда ну давай сейчас посмотрим это годы жизни вот лермонтова это